Долгожданный сезон ягод открыт. Кажется, самое время поспешить на рынок за черникой, малиной, смородиной, голубикой, дынями и арбузами. Спешат. На Брестском, Центральном рынке более чем оживленно. Правда, брещани к арбузам присматриваются не так пристально. Приобретать их не торопятся. С покупкой этой гигантской ягоды пока лучше быть поосторожнее, говорят. Дождусь августа-сентября. Почему? Потому что думаю, что в них что-то колет для быстрейшего поспевания. Еще пока нет. Пока нет. А почему? Ну, еще жду. Жду с сентября. Ну, не с сентября, а хотя бы августа. К ранним сортам арбузов у брещан претензий много. А вот продавцы наоборот. Выставив на прилавке в ровный и аккуратный ряд большую зеленую снаружи и красную внутри ягоду, уверяют, что все арбузы вкусные и спелые, росли без пестицидов. Чтобы не прогадать, с выбором полосатой ягоды стандартного ритуала – потрогал, похлопал, повертел – недостаточно. Это старые приемы. У Юлии-продавца с 23-летним стажем работы свой секрет правильного выбора спелого и сладкого арбуза. Не надо брать звонкий арбуз. Звук арбуза должен быть чуть-чуть приглушенный, не глухой. И не очень звонкий, как колокола. Если арбуз звонкий, он будет зеленый. Он очень свежий. Хвостики отсыхают в процессе, не на бахче. Это не показатель спелого арбуза. Размер пятна, как у нас принято, яркость пятна, насыщенность. Как бы говорить, что он вызрел на бахче. Это тоже не показатель, потому что зависит от сорта. Шкура цвет разный имеет. Ну и, соответственно, яркость пятна тоже у каждого сорта своя. Откуда сегодня везут арбузы в Брест? В основном из России, Казахстана, Ирана и Греции. Дары природы проходят обязательную проверку. Товар каждый день специалисты тестируют на нитраты в лаборатории. Все проверяется тщательно и скрупулезно. Можно выделить четыре этапа. Первое – это определить однородность партии. Если партия однородна, мы приступаем к отбору проб. Пробы отбираются. Далее идет регистрация. И проведение испытаний на гамма-радиометрах. У нас современные гамма-радиометры. По истечению времени замера идет обработка результатов. Если результат получен, не превышает республиканские допустимые уровни, значит, выдается разрешение на продажу. Все ягоды, которые были проверены при нашей съемочной группе, оказались годными или, правильнее сказать, съедобными. Однако, если хотя бы одна ягода не проходит проверку, вся партия конфискуется. Хотелось бы сказать, чтобы покупатели, обязательно покупатели, перед тем, как купить, спрашивали талон с лаборатории. В этом безопасность и здоровье. В общем, ягодный сезон в самом разгаре. Прилавки, заполненные не только ранними арбузами, но и ароматной черникой, полезной голубикой, сладкой дыней, вкуснейшей малиной и черной смородиной. Правда, цены кусаются. За стаканчик малины продавцы просят 3-4 рубля, голубики 5, черники 3. Белорусская ягода подорожала в цене, однако, несмотря на это, спрос на нее есть. Ведь это основное летнее лакомство. Запасаться витаминами нужно прямо сейчас. Смородина является ценой поливитаминной ягодой, которая содержит практически все витамины и минералы, но отличается высоким содержанием именно витамина С. Достаточно съесть всего 30 граммов этих ягод, для того, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в этом витамине. Черника является также очень полезной ягодой в небольшом количестве, но она содержит тоже все витамины и минералы, но отличается высоким содержанием марганца и железа. Поэтому она особенно показана тем людям, у которых есть малокровие и вообще всем людям для повышения жизненного тонуса организма. Особенностью арбуза является то, что они содержат очень много магния. Это очень важный минерал, который обеспечивает работу всех мышц нашего организма, сердечной мышцы в том числе. Доказано, что при дефиците магния очень быстро кальция откладывается в стеночке сосудов, приведя к развитию атеросклероза. Кроме того, именно при дефиците магния наиболее часто встречаются мышечные спазмы, и повышается слонность депрессии. Достаточно съесть всего 200 граммов арбуза, чтобы удовлетворить потребность организма в этом очень важном минерале. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.